Продолжение следует... Мурат Рагимов и Руфат Асадов. Давайте будем знакомиться с вашей большой семьей. Приехали вы к нам несколько дней назад и приехали большим составом. То есть как бы и мамы ваши приехали. Рассказывайте, Мурат. Да, мы приехали в большой делегации, в составе 7 человек. Значит, наша мама Сафарова Светлана, Сафарова Айда. Я с сестрой Рагимова Лейла. Мой дворец брат Руфат, Фуат Асадов и супруга моего дворец брата Руфата. То есть, получается, приехали две внучки, трое правнуков, одна правнучка и один правнук приехал с своей женой. Совершенно верно. Вот задаем вопрос такой. Ваша прабабушка работала в Димитровграде в Меликесе учительницей. Кто-то из вас пошел по стопам прабабушки Руфат? Здравствуйте, еще раз Димитровградце. Я являюсь правнуком Марии Прониной. Я закончил факультет международного права. Обучался в Турции в магистратуре. После окончания магистратуры в Турции я стал работать в банковской сфере. Кем работает ваш брат, то есть мама? Я также приехал со своим братом и мамой, и у меня еще супруга. Мой брат закончил экономический университет и поступил в магистратуру. Также работает в банковской сфере. А мама? Мама закончила нефтяную академию и закончила после нефтяной академии аспирантуру. И работает в Космическом университете исследования. Академии наук. Академии наук, да. Жена также учится в данный момент, она студентка Бакинского государственного университета. Мурат, по вашей линии кто-то пошел по стопам все-таки прабабушки или нет? Если честно, по стопам прабабушки никто не пошел, так как моя сестра, кстати, мы двойняшки с ней, моя сестра врач, она детский невопатолог. Я сам окончил переводческий факультет, но работаю в Министерстве связи Азербайджанской республики в отделе международных отношений, регион, страны СНГ. Вот в марте этого года исполняется 120 лет со дня рождения как раз-таки вашей прабабушки. И, насколько мне известно, переписка уже общения с Димитровградом началась гораздо раньше, да? То есть вы специально ждали этого времени, да, чтобы вот как бы это совпало? То есть вот почему, расскажите, приехали именно сейчас. Приехали именно сейчас, потому что наш рабочий график, ну, очень как бы сжатый, и ни сестра, ни я, ни мама, она тоже врач, кстати. И также со стороны моей тети, ее дети, в смысле отпрашиваться с работы, это все затрудняет немножко приезд сюда. Да, и в данный момент так совпало, что у нас сейчас праздники Новрусбайрамы, и у нас есть 7 дней. Соответственно, мы решили не тратить это время, как бы потратить на приезд в город Димитровград и познакомиться. Кто из вас начал все это, то есть искать корни, Руфат, расскажите. Обучаясь в Турции в магистратуре, одним из дней я пролистывал фотографии города Димитровграда. Так как моя мама рассказывала о моей прабабочке Марии Прониной, мне очень заинтересовало это. Я стал просматривать фотографии вашего города и наткнулся на памятник Марии Прониной. Я оставил комментарий к этой фотографии, что я являюсь правнуком этого человека. Если можно, пожалуйста, свяжитесь со мной по этим контактам. Это было в 2009 году. Через год на мои комментарии ответил директор Краеведческого музея. Естественно, конечно, я эти комментарии не прочитал, так как у меня не было времени. И через три года моя мама, увидев эти комментарии, отвеченные со стороны директора Краеведческого музея, что я, прочитав эти комментарии, узнал, что вы являетесь правнуком такого великого человека, как Мария Пронина Ахнула. Вот мои контакты, пожалуйста, свяжитесь со мной. Естественно, моя мама взяла телефон, сразу позвонила в дирекцию Краеведческого музея. И началась переписка. Вот где мы сейчас оказались в вашей студии. Ребята, расскажите, пожалуйста, вообще для чего вам это нужно? С какой целью вы начали искать своих родственников? Ведь прошло очень-очень много лет. Почему? Понимаете, я лично, я и не только я, моя семья считаем, что надо всегда стараться сохранять свою родословную и всегда чтить и помнить своих предков. И это такой случай, когда ты знаешь, что твоя прабабушка, твой родственник так далеко от твоего родного города, и он внес свою заслугу в какую-то область, в какой-то регион. Тем более, что этот человек был как бы учителем, а, как вы знаете, учитель и врач считаются, можно сказать, священными. Они приносят большую пользу всему народу. Действительно, профессия, которая достойна уважения. Ребята, вот еще расскажите, пожалуйста, вы уже на родной земле, получается, вашей прабабушки были в ЗАГСе, вам показали архивные документы, и как, вот ваши ощущения какие? Наши ощущения невероятные, потому что мы смогли поближе ознакомиться с историей нашей прабабушки. И было очень приятно слышать все тонкости ее жизни, потому что это очень важно для нас, я считаю. А вы ожидали, что так много документов найдут? Ведь нашли абсолютно все. То есть, начиная от того, что свидетельство о браке вот вашей прабабушки и прадедушки, то есть Марии и Петра Пронина. То есть, вот история начинается с 21-го года, то есть, ну, почти век ей. В первую очередь, пользуюсь случаем, я хочу поблагодарить администрацию города, Дмитровграда, управление ЗАГСа, что они, в самом деле, помогли в находке таких важных документов, и также дирекцию Крайоведческого музея. В смысле, мы рады, мы были очень удивлены, что нашли все тонкости, такой информации, которую мы даже не могли представить, что у нее были и, как бы, другие родственники по другой линии, и все такие тонкости, которые нам вчера показали в ЗАГСе, были очень и тронуты, и взволнованы. Было все прекрасно. Вы были также в библиотеке семейного чтения, а ранее это вообще была школа, как раз-таки, где преподавала ваша прабабушка, да? Совершенно верно. Да, нас тоже тронул этот визит, посещение этой школы. И там были такие моменты, как нам рассказали одну историю, когда преподавала наша прабабушка в одном из классов. Одна из девочек, кстати, она является матерью директора Крайоведческого музея. Ее возраст не позволял учиться, как бы, в школе, и она нагнула, чтобы посмотреть, посмотреть, как проходит процесс, школьный процесс, учебный процесс. И ее тронула, как к ней отнеслась моя прабабушка. Она была очень добра, и пообещала ей встретиться ее в следующем году, когда она будет готова. Также мы были удостойны чести пописать пером, русским пером, которыми писали так прекрасно в свое время Пушкин, Толстой, Достоевский. Нам было очень приятно, мы оставили памятные слова. В городе есть азербайджанская диаспора, наверняка вы познакомитесь и с ней. Вот что можете сказать? И вообще, как-то будете дальше поддерживать контакты именно с Димитровградом, поскольку вы здесь впервые будете приезжать? Руфат, несколько слов вам. Пользуясь также этим случаем, я хочу поблагодарить азербайджанскую диаспору в Димитровграде, что, естественно, конечно, будем поддерживать связь, и будем стараться приезжать на знаменательные дни. Это очень важно для нас. Я знаю, что и вы приехали с какими-то подарками, то есть к Кровеческому музею в дар будут переданы, получается, если я правильно понимаю, часы дочери Марии Прониной, да? Да. Часы моей бабушки, то есть дочери Марии Прониной, со стороны моей мамы, внучки Марии Прониной, будут переданы в музей Кровеческого музея. Марат, в заключении слово вам. Я хотел бы сказать, что пожелать всем людям этой планеты, чтобы они не забывали, как бы, свои корни, своих предков, старались найти, потому что это очень важно. Наша жизнь строится не как бы спонтанно, из ничего, она строится на каких-то корнях. И как ты поддерживаешь свои корни, а то, что так же ты можешь создавать новое поколение своих детей. И, соответственно, это очень важно. Без прошлого нет будущего, да? Огромное спасибо, что пришли в нашу студию. Спасибо и вам, телезрители, что смотрели прямой эфир. Еще раз напоминаю, что сегодня в гостях нашей студии были правнуки Марии Прониной, Мурат Рагимов и Руфат Асадов. Всего вам доброго и до новой встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.